Смотрите в выпуске 30 гуманитарных грузов на фронт за год. Творческое объединение своим отпраздновало день рождения. Эвскляр в Сарове – концерт лидера группы «Вабанг» прошел на сцене молодежного центра. Античные загадки математики Алексей Савватеев провел лекцию для саровских школьников. Подробности далее. Злой рок навис над стройкой на пересечении улиц Курчатовой и Московской. Десятый год здесь безуспешно пытаются возвести магазин. Участок под строительство взяли в аренду в 2013 году. Провели опрос среди жителей соседних домов. Собрали 150 подписей за стройку. Однако позже свою позицию высказали те, кто был против. Инициативная группа жителей обратилась в суд. Строительство приостановили. Участок обнесли забором. Спустя несколько лет судебных тяжб умер один из инвесторов. Пришлось решать проблему наследования. Стройка затянулась снова на несколько лет. Затем грянул ковид. Вместо работ здесь только латали постоянно падающий забор. И вот в юбилейный десятый год новая напасть. Уже готовы были строить. Обратились в администрацию за получение разрешения на строительство. То есть это уже 23-й год получается. И мы выяснили, что администрация, внося изменения в генеральный план города, судя по всему ошибочно поменяла назначение этой зоны. И теперь на этой зоне магазин в разрешенный вид использования не входит. Поэтому на текущий момент инвесторы и обращаются непосредственно к администрации, чтобы они поменяли вот это назначение. То есть мы практически вернули назначение в магазин, как это и было раньше. Вопрос вынесли на публичные слушания. Как и в 2013 году, в 23-м опросили жителей соседних домов по вопросу завершения стройки и возведения магазина на этом участке. В комиссию предоставили список одобрительных подписей в поддержку стройки на 16 листах. Однако не все участники слушаний были согласны с объективностью опроса. При обращении с подписями тут значит, даже я не знаю, сколько страниц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там порядка 16 страниц. Порядка, в общем, 16 страниц. Поддерживаем окончание стройки строительства другого офисного центра. Я считаю, необходимым быстрее закончить постройку здания, магазина и предоставить вид магазины. Вчера приходила девушка, которая агитировала вот эти списки, они вам дали. Она мне объясняет. Здесь будет небольшой магазинчик, детская площадка и стоянка. Так где же этот небольшой магазинчик и где эта стоянка? Вместо маленького магазина инвесторы планируют возвести трехэтажное здание высотой 13 метров. Первый этаж отведут для магазина, а вот второй и третий – под офисные помещения. Также в рамках проекта на участке планируют разместить детскую площадку, которая, к слову, уже есть между домами, и парковку на 70 мест. А выходит там детская площадка, как была между нашими домами, так она и осталась. А здесь вот парковка, вот насколько я понимаю, покурчатывая. И же вот там сейчас то место, где, наверное, останавливается заводской автобус. Да, да, да. И что же там будет за парковка? И я с этого первого дня начала строительства наблюдаю каждый день 24 часа, что там происходит. То заборы у нас летают, то грохот. И потом, если поставить три этажа, где моя квартира будет, где мои окна будут? В цоколь. В тундре? Точно. В постоянной темноте. Если строительство магазина разрешат, возвести его планируют к концу 2024-го, начало 2025-го года. Отказ в изменении формы использования участка только затянет и без того нескончаемый долгострой, утверждает представитель застройщика. У инвесторов большое желание построить. А у нас нет этого желания. Ваши попытки остановить строительство, они приводят ровно к одному. Строительство останавливается на необозримое время. То есть, вот эту стройку, которую мы получили в 2013 году, до сих пор, мы получили как раз из-за этих действий. Довод застройщика участников слушаний не убедил, и свою позицию по вопросу строительства они не изменили. Люди настолько устали от долгостроя, что уже не верят обещаниям застройщика. Мы сейчас видим, да, обещали одну, а пока же там уже совершенно другую. Парковки, ну давайте нарисуем еще снизу 50 тысяч мест парковки. В границах участка парковок нет. Вы видите в этой картинке, в границах участка парковок нет. В границах участка никаких площадок детских нет. Соответственно, мы видим наглую ложь просто на области. Поэтому я лично, я против того, чтобы давать заявительным разрешение на изменение словно разрешенного использования. И я прошу занести этот протокол и думаю, что в основном меня здесь все поддержат. Комиссия рассмотрит все обращения и даст рекомендацию главе города, который будет принимать окончательное решение. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Год назад на базе Центра Милосердия собралась инициативная группа, которая хотела помогать бойцам СВО. Тогда прозвучала идея открыть в Центре швейный цех. Волонтеры самостоятельно расчищали помещения, отмывали, обставляли. Сначала шили на обычных машинках, потом с помощью благотворителей приобрели профессиональное оборудование. Так в городе появилось творческое объединение своим, которое стало работать на помощь фронту. Сейчас в цехе уже 17 машинок, более 50 постоянных волонтеров. За год добровольцы выдали 200 индивидуальных наборов для бойцов, отправили более 30 гуманитарных грузов на фронт. У нас появились личные знакомства с волонтерскими организациями других направлений. Мы плотно взаимодействуем с Дивеево, с Нижним Новгородом, общаемся. Сейчас у нас хорошее направление налажено. В Крыму мы можем работать сейчас с херсонским направлением, помогать ребятам. В начале своего пути в объединение шили в основном нижнее белье. Потом в цехе стали изготавливать балаклавы, толстовки, жилетки, пятиточечники, маск-халаты. Стали появляться и новые направления. Изготовление сухих супов, каш, плетение маскировочных сетей, печать, нефопамниц и ампульниц на 3D-принтере. Сейчас в творческое объединение своим периодически приходят запросы с передовых. Помощь бойцам до сих пор необходима. Из-за того, что показывают по телевизору, люди считают, что там уже все есть и ребятам уже ничего не надо. Но это ошибочное мнение. Я скажу так, не всегда можно доверять телевизору, нужно доверять обратной связи. Если мы отсылаем, и ребята со слезами на глазах нас благодарят оттуда, значит, действительно им это надо. В течение года волонтеры объединения налазили связь с госпиталем в Мулино. Гуманитарные грузы туда отправляют регулярно, примерно раз в полтора месяца. Сравчане уже познакомились с ранеными и персоналом госпиталя. На сборы активно откликаются общественные организации и предприниматели. Объединение своим всегда держит руку на пульсе и формирует для бойцов необходимую помощь в соответствии с запросами. В декабре волонтеры планируют поехать в госпиталь с концертом. Сейчас в объединении открыли сбор помощи для саровских бойцов, доходящихся на херсонском направлении. Когда есть прилеты, ребята теряют и вещи, и им это все постоянно приходится восполнять. В том числе строительные материалы, потому что их, если перемещают, ребята строят блиндажи заново. Эти нужны и клеенки, и утеплители, и различные там строительные инструменты. Еще волонтеры стали изготавливать стельки по специальной технологии, которые бы не скатывались в сапогах. Также в госпитале в Мулино просили привозить чехлы на культю для ампутантов. Особенно это актуально в холодное время года. К этим добрым делам могут присоединиться и все желающие саровчане. За подробностями обращайтесь в творческое объединение своим. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Они помогают бездомным животным, развозят лекарства и продукты пожилым и нуждающимся людям, проводят эко-акции «Субботники». Это лишь малая часть тех добрых дел, которые практически ежедневно выполняют саровские волонтеры. Сегодня они пришли в молодежный центр, чтобы узнать больше о возможностях добровольцев в регионе, познакомиться и обменяться опытом. Если вспомнить ковидные времена, которые были совсем недавно, то именно вы первыми пришли на помощь тем людям, которые сидели дома на самоизоляции. Вы покупали лекарства, покупали продукты, выгуливали домашних животных и делали это искренне и зачастую рискуя собственной жизни. Вообще вы удивительные люди. Люди с открытой душой и добрым сердцем. Районный семинар волонтерских организаций региона организовали представители ОНО «Волонтерский центр Нижегородской области». Они рассказали нашим добровольцам о создании доброцентров. Сегодня мы ребятам расскажем в первую очередь об ОНО, о доброцентрах, о сайте платформы Добро.РФ, в которой они все заходят и зарабатывают волонтерские часы. Также ребят будет ждать креативная сессия, небольшой тимбилдинг, чтобы познакомиться и нарисовать собственные логотипы своей команды. Ну и просто в конце у нас ждет такой интересный формат, да, как я уже сказала ранее, креативная сессия, которым они будут придумывать идеи, да, направленные на решение проблем в городе Саров, вот, и далее будет защищать данные решения. Районные слеты волонтерских организаций реализуются с целью создания эффективной платформы для развития добровольчества на территории Нижегородской области. Проекты, разработанные на семинаре, не лягут в стол. Лучшие из них саровским волонтерам помогут реализовать. Все проекты, которые мы сегодня с ними напишем, защитим, и мы надеемся реализовать и взять под свое крыло. То есть, будут у нас сегодня несколько таких победителей, да, которые в конечном итоге с ними свяжутся эксперты или представители нашего центра, которые потом, их проекты, да, войдут в стратегический план по развитию добровольчества в Нижегородской области на 2024 год. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Гипотезы математиков о свойствах и закономерностях простых чисел. Об этом Алексей Владимирович рассказал школьникам с 7 по 11 классы в конференц-зале Духовно-научного центра. Две с половиной тысячи лет назад была сформулирована некоторая гипотеза, которая до сих пор является нерешенной открытой гипотезой. То есть, все математики две с половиной тысячи лет подряд не могут ничего придумать здесь. Вообще таких нерешенных задач довольно много, и половина, наверное, из них касается простых чисел, закономерностей в том, как они в натуральном ряду лежат, ну там каких-то свойств. И вот про эти загадки я, в общем, сегодня буду рассказывать. Треугольные и квадратные числа, последовательность Фибоначчи, избыточные и недостаточные числа. Многие школьники слушали лектора с увлечением. Кто-то делал записи себе в тетрадь. Алексей Саватеев вел живую беседу с залом, задавал вопросы. По словам профессора, цель таких лекций – заинтересовать детей математической наукой, замотивировать учиться и поднимать свой уровень знаний по математике в школе. В силу нехватки уроков в школах об этом не говорится. В школе надо успеть подготовиться к ЕГЭ, выучить стандартный материал, обладать навыками раскрытия скобок, тем всем. Это все технические вещи, технические детали, которые помогают понимать настоящую математику. Чтобы хотя бы половина, половина наиболее мотивированных, может быть, наиболее подготовленных, вышла с пониманием, что теперь математика для них стала как-то уютнее, проще, ближе к ним. Лекция Алексея Саватеева прошла по инициативе и поддержке технопарка «Саров». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Маршруты московские. Команданты Че, Эльдорадо, Босиком по луне. Эти песни известны многим любителям русского рока. Александр Ф. Скляр, по мнению одного из журналов, вошел в число людей, повлиявших на массовую культуру 90-х годов. В 1986 году музыкант стал лидером группы «Вабанк», которая заняла прочное место в ряду российских альтернативных коллективов. Александр Ф. Скляр выпустил и сольные, и командные альбомы. Участвовал в творческих проектах со многими известными исполнителями. Одна из известных совместных работ – «Боцман и бродяга» с Гариком Сукачевым. Лидер группы «Вабанк» приехал в Саров в третий раз. Каждый наш приезд в Саров, а это уже третий приезд, осуществляется благодаря энтузиазму и дружескому участию одного и того же человека. Его зовут Роман Тесленко. И я хочу ему сказать большое спасибо, потому что так получается, что именно он нас позвал в 2003 году первый раз приехать. В начале концерта музыкант исполнил песни о родине и войне, о русском народе, а также рассказал зрителям о своих поездках в зону СВО с гуманитарными грузами и с концертами. Вероприятие прошло в формате творческой встречи, так что зрители могли задавать вопросы и общаться с Александром. Перед каждым исполнением Александр Скляр рассказывал историю песни. Исполнитель познакомил Саровчан и с циклом песен, которые объединяет один и тот же герой – Вася Совесть. Не обошлось на творческом вечере и без известных песен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Цель этих мероприятий – научить сотрудников, отрабатываем действия с сотрудниками, и также научить детей, самое главное – научить детей не паниковать, спокойно реагировать и уметь выполнять необходимые действия. Дети старшей подготовительной группы спускались по пожарной лестнице, отвечали на вопросы пожарного инспектора. Самые смелые научились правильно использовать огнетушитель. Как руководитель, как педагог я вижу, что дети наши подготовлены, что страха у них не было, дети знают правила поведения, отвечают на все вопросы, которые задавал им специалист. Я думаю, что мероприятие свои цели выполнило, оправдало. Возгорание в дошкольных учреждениях – не редкость. 24 октября больше ста детей и взрослых эвакуировано из детского сада в Новодвинске из-за пожара, вспыхнувшего в прачечной из-за случайного включения электронагревателя, где почему-то хранились мешки для белья. А в мае этого года в селе Подлесной Ульяновской области вовсе сгорела половина здания. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв. У нас еще будет мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, что тоже очень важно. Что делать и как себя повести, если с человеком, который находится рядом, вдруг сделалось плохо. Главное не растеряться. Но о тому же, какие действия нужно предпринять, нам помогут узнать студенты-медики из нашего медколледжа. В рамках проекта ребята попробуют свои силы в разных направлениях, будут учиться маловарению и росписи пряников. Первое занятие посвятят живописи. Занятие проведет саровский художник Вера Язева. Ребята попробуют сделать небольшую зарисовку акварельными красками и познакомятся с жанром пейзажа. Цель мастер-классов – помочь молодым людям с ОВЗ и инвалидностью найти то направление, в котором они захотят развиваться. На первый взгляд кажется, что мастер-классы довольно простые. Они потому что адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это то, что можно сделать самим в домашних условиях и научиться зарабатывать на этом и таким образом стабилизировать свое финансовое положение. У нас очень много, например, самозанятых людей, которые дома изготавливают имбирные пряники для продажи. Кто-то делает сувениры из мыла. Записаться можно по телефону 99-112. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Команда КВН «Нон-Стоп» Саровского физико-технического института хоть и придумывает шутки, но подходит к процессу серьезно и кропотливо. Ребята постоянно генерируют идеи, собирают мозговые штурмы, учатся у профессиональных команд, подмечают в необычные и смешные ситуации в жизни, а потом переносят их на сцену. Играть в КВН – серьезный труд. Ведь участники должны уметь не только хорошо представить шутку, но и обладать актерскими способностями, креативностью и творческой жилкой. КВНчикам, наверное, надо родиться, как-то это заложено. Кто-то, допустим, к театру больше идет, у кого-то больше театральные данные, а у кого-то больше КВНовские, смешные, комические какие-то, получается, играть. Не знаю, КВНчик – это образ жизни уже, когда ты много раз играешь, выходя на сцену, когда ты этим живешь, проживаешь, это снова репетиции, бессонные ночи. И это уже как-то образ жизни просто становится, и все. И уже больше без нее не можешь. Московский фестиваль Клуба веселых и находчивых Института финансовых технологий и экономической безопасности «Неомифи» стал для саровских КВНчиков первым большим выездом. В течение месяца студенты придумывали программу, репетировали сценки. Ребятам предстояло соревноваться на одной сцене с командами из Москвы. В итоге саровчане привезли из столицы первое место. Нас вообще позиционировали как такую молодую начинающую команду, потому что вообще этот фестиваль проводится второй раз, а мы приехали на него первый раз. И все думали, что мы такие новички, а как оказалось, мы далеко не новички, мы всех выиграли. Как признаются студенты, такая поездка сплотила команду. Участники стали ближе и дружнее. И, конечно, фестиваль познакомил с опытом других КВНщиков, подарил новые эмоции, открыл возможности для дальнейшего роста. Как думаете, чем вы зацепили зрителей, ваша команда? Ну, думаю, харизмой. У нас команда такая красивая, я считаю. Вот, харизмой, артистизмом, вот, чем еще. Шутками. Но шутки самые смешные были, вот это точно. Успешный опыт выступления на большой земле вдохновил КВНщиков. И теперь они готовятся покорять новые пьедесталы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Непогода на прошлой неделе стала причиной множества аварий. У дома 72 по улице Садовой женщина на Мазде не учла дорожные условия, превысила скорость и не увидела на пешеходном переходе восьмилетнего ребенка. Женщина, 84-го года рождения, управлявшая автомашиной Мазда, осуществила наезд на пешехода, на нерегулированном пешеходном переходе. Пешеход у нас была девочка, 2015-го года рождения. После осмотра врачом девочка была отпущена домой. Еще одного пешехода сбили на перекрестке Курчатова-Московская. Водитель на Хенды Санта-Фе при повороте налево не уступил дорогу 62-летнему саровчанину, который переходил дорогу на зеленый. Пешеход был доставлен в КБ-50, и после осмотра врачом было принято решение о его госпитализации. Сотрудники ГИБДД обеспокоены частыми ДТП с участием пешеходов. За 2023 год несколько десятков саровчан попали под колеса авто. Где-то по вине водителя, где-то из-за собственной беспечности. В связи с этим правоохранители проведут на этой неделе операцию «Пешеход», в рамках которой напомнят участникам дорожного движения правила. На выходных автоинспекторы проведут рейды под названием «Бахус» на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В этом году Общественная организация ветеранов военно-морского флота «Сарова» отмечает 19-летие. Члены организации ведут активную работу по сохранению истории нашей страны. Так, в 2011 году возник Музей военно-морской славы. Идейный вдохновитель, создатель и хранитель музея, капитан второго ранга запаса Сергей Михайлович Яковлев. Это сегодня он уже такой зрелый, известный, далеко за пределами нашего города. Хотя, вы знаете, наш город совершенно не морской. Тем не менее, военно-морская слава и история у нас очень богата. И как раз наш музей был создан для того, чтобы именно собрать, воплотить в жизни, показать жителями, гостям нашего города историю страны, историю флота. Выставка музея – это уникальные фотографии, личные вещи моряков и спецкостюмы, модели лодок и кораблей. Особая гордость – передвижная экспозиция, которая рассказывает о личности адмирала Федора Ушакова, его жизни и подвигах. Раньше выставка состояла всего из нескольких стендов. Сегодня же экспонатов становится все больше. А Музей военно-морской славы пользуется популярностью и в других городах России. Мы очень горды, что начиная с 2017 года мы являемся единственной общественной организацией, музеем, который приглашается для участия в праздновании или проведении главного морского парада на военно-морской флоте в городе Санкт-Петербурге в Кронштадте. Главная фишка музея – в его интерактивности. Взрослые дети могут не только потрогать экспонаты руками, но и примерить мундир и фуражку, постоять за штурвалом корабля, ударить в судовой колокол. Любовь к детям, лыжам и своей профессии – вот три секрета воспитания олимпийских чемпионов. Заслуженный тренер России Николай Евгеньевич Седов работает в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» в Сарове с 1988 года. Дети, которые делали свои первые шаги на лыжах под его руководством, сегодня победители и призеры российских и мировых соревнований по лыжным гонкам. Тут, в принципе, секрета никакого нет. Главное, чтобы совпали три условия. Это наличие талантливого тренера, наличие талантливого ребенка и наличие родителя, который в некоторой степени тоже должен быть талантлив в воспитании своего ребенка. Вот и все. И дальше уже из ребенка выйдет талантливый спортсмен. Самая важная черта будущего чемпиона трудолюбия считает Николай Седов. Постоянные тренировки, ежедневные соревнования в первую очередь самим собой закаляют характер и помогают покорять новые спортивные олимпы. Лыжники в Сарове тренируются круглый год. Зимой – лыжные соревнования, летом – лыжероллеры. К нам съезжаются спортсмены со всей области. Наша лыжероллерная трасса – единственная в регионе. У нас вид спорта, где существуют два больших базовых раздела. Это первый подготовительный период, который длится с мая месяца по ноябрь месяц. И соревновательный, который длится с ноября и до март месяца включительно. То есть уже вот поэтому видно, что у спортсмена отдыхать в лыжных гонках некогда. Надо тренироваться и работать. Тренер для ребенка больше, чем просто учитель. Эти люди зачастую становятся для юных спортсменов наставниками, примерами для подражания. Так Мария Козякаева пошла по стопам своего тренера Николая Седова. Сегодня она также делится опытом с юными саровчанами. Всю мою, скажем так, ответственную жизнь ездит с нами по соревнованиям, по сборам, поддерживает нас. Когда мы еще учились в школе, заставлял учиться во время тренировочных сборов, чтобы мы не пропускали план школьной программы. И как и на лыжне были быстрее всех, так и в школе хорошо учились. Канал «16» поздравляет саровских тренеров с профессиональным праздником. Спасибо вам за труд, теплоту и любовь, и за умение быть настоящими спортивными родителями для юных спортсменов. Наш праздник тренерский. Я хочу поздравить всех тренеров с этим днем. Пожелать им самое главное – здоровья, терпения, удачи в их нелегком труде. Первая игра дома особенно волнительная. Продолжить череду побед и подогреть интерес болельщиков на весь сезон – одна из главных целей команды. На своем льду саровчане принимали команду из Княгинина. Первый период был вялым. Сарову удалось забросить одну быструю шайбу в ворота соперника. К каждому матчу готовимся отдельно. У нас есть и просмотры после игр, на следующей неделе будет. Разбираем ошибки. И, соответственно, пока еще тяжеловатые, потому что очень поздно встали на лед. Пришлось делать упор больше на физическое состояние. Надо было подтянуть после длительного отпуска. И сейчас потихоньку-потихоньку втягиваемся. И я думаю, с каждой игрой уже будет полегче. Ребята начнут уже понимать больше друг друга. И, соответственно, результат будет еще лучше. Во втором периоде хоккеисты набрали обороты. Обе команды включились в игру, насыщенную силовыми приемами. Не обошлось без травм. За второй и третий период саровчане забросили пять шайб. Свои ворота оставили неприкосновенными. Мы в таком шумбленном составе тоже приехали играть. Когда моменты свои не реализовали, команда Саров переиграли. На суде говорит нечего, это и счет об этом говорит. Хотел отметить, что очень отвратительное судейство, и чтобы федерация, международская федерация хоккея пересмотрела. Ни в коем случае нельзя ставить таких судей, судить высшую лигу. То есть это уже, они как потеряли нить изначальной игры, началась грязь, люди с травмами ломают носы, бьют локтями, то есть удаления за это нет. Сарова молодцы ребята, большое спасибо за игру. Были они сегодня сильнее. Будем ждать дома, я думаю, мы как бы реваншу строим. Итог встречи 6-0 стал настоящим подарком саровчанам к открытию хоккейного сезона. В перерывах в фойе Ледового дворца зрителям подготовили активности в виде аквагрима, игр и фотосессий с символами нашей команды. Болельщики дома это всегда очень хорошо, здорово подгоняют. Это им огромное спасибо. Хочется, чтобы они еще лучше подгоняли, чтобы больше было болельщиков на трибунах. Это, соответственно, приносит дополнительный стимул, придает команде. И болельщик – это шестой полевой игрок. Спасибо им огромное за это. Субтитры подогнал «Симон»!